МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За игрой отелю погибшего альпиниста мы следили давно и с большим интересом. Разработчики сулили нам игровое воплощение известной повести братьев Стругацких, выполненные с бережным отношением к первоисточнику и не похожие на стандартный квест. Идея представлялась перспективной. Ведь для квеста не нужен острый искусственный интеллект противника, не требуется сверхсовременная графика. Здесь критично одно — сюжет. А у этой игры сюжет изначально был отличный. Разработчики пообещали, что в игре будут альтернативные концовки, которые позволят пришельцам улететь. Однако идея квеста по книге Стругацких пришлась по душе не всем. Да, с формальной точки зрения у нас есть полностью отрезанный от внешнего мира отель в горах, есть интрига и убийство — все, что нужно для хорошего детективного романа. Но ведь Стругацкие писали не детектив. Суть повествования не в поиске убийцы, не в расследовании как таковом. Под маской детективного сюжета скрывалась этическая коллизия. И если книга могла себе это позволить, то игра нет. У каждого жанра свои рамки, причем достаточно жесткие. Можно сохранить юмор, можно сделать узнаваемыми персонажей, можно воспроизвести обстановку отеля, но игра все равно останется квестом, где главное — именно расследование событий. И какой же я еще крепкий, ловкий, сильный. Могу вот так по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой. А могу вот так круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега. А ведь я уже три года не бегал на лыжах. С тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали? Снабдились приютом на старость. Всю жизнь работаешь на старость. А черт с ним совсем не хочу я об этом сейчас думать. Черт с ней со старостью. Черт с ним с домиком. И черт с тобой, Петер. Петер Глебский, законолюбивый чиновник. Спаси тебя Бог. И вот долгожданная игра вышла. Что же получилось? Что из наших ожиданий сбылось, а что нет? Первое, что бросается в глаза, игра действительно очень красива. Великолепно нарисованы горные пейзажи и большой, но уютный отель. Как видите, трехмерные здесь только фигуры персонажей, все остальное изометрично и хорошо. Третье измерение может только испортить такой вид, а так смотрим будто на картину. Дальше обращаешь внимание на диалоги. С первых слов становится ясно, да, это действительно стругацкие, и это правда их текст. Тот, кто хорошо знаком с книгой, получит просто неописуемое удовольствие. Заходишь в комнатушку, а она тебе уже знакома и слышишь те самые слова, которые и когда-то читал в книге. Первое время можно просто гулять по отелю, рассматривать его. Хотя зачем сидеть дома? Можно разобраться с багажом и отправиться в горы. Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрой, задыхающейся, с ног до головы запорошенной снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызь себя, выязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит и тут же уходит. Вот и уши ветром заложило. Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел, и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня. Не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих новых, которые пробивают стены и губят больше жизни, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня шметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развивающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, подумал я, автоматически 50 крон штрафа. И лишение водительского удостоверения на месяц. Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер. Я не мог разглядеть даже отель, и половину долины в придачу снежное облако поднялось до неба. А какое мне дело? Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю. Петер Глебский так давно ждал этого момента. Наконец-то он убежал от работы, у него впереди законные две недели выходных. Но выбраться наружу сразу не получится. Сначала небольшая экскурсия и первые загадки. Вечно непогашенная его сигарета и вечный двигатель владельца отеля. А затем происходит неожиданность. Какой-то злой шутник запер нас в отеле. Приходится искать выход. Здесь нас и поджидает первая мини-игра из тех, которые будут преследовать нас на протяжении всей истории. Почему преследовать? Да потому что их нельзя назвать ни удачными, ни интересными. Мини-игры призваны развлечь игрока, сделать прохождение более увлекательным. Но в квесте, думается, увлекать игрока стоит сюжетом. Вообще, первые несколько десятков минут игры — это знакомство. С постояльцами отеля, с атмосферой загадок и таинственности, с юмором авторов. Недостатки не бросаются в глаза, все кажется чуть ли не идеальным. Пока что у нас нет четкого задания. Мы просто отдыхаем, а вокруг происходят невинные шалости. Расследовать их несложно, но хочется наконец-то выйти на улицу. Поэтому про тайны на время забудем, а встанем на лыжи и вперед в горы. Нас ждет великолепное приключение. Однако, как бы не хотелось закрыть глаза на недостатки игры, сделать это, увы, не получается. Сначала каждый минус списываешь на случайность. Ну, подумаешь, Глебский приехал на Москвиче, в старомодном отеле «Евроремонт», а на откуда-то появившемся третьем этаже «Зимний сад». Пусть и красивый, но откуда он, черт побери, здесь взялся? Взгляните на персонажей внимательнее. Не похожи они на живых людей. Совсем не похожи. Давайте сравним великолепные статичные картинки и анимацию этих киборгов. Из всех обитателей отеля больше всего похож на живое существо, пес Леми. А если не верить, что все вокруг живые, то и сюжет не получится. У Стругацких все герои были важны. Они были яркими, интересными, а здесь ничего подобного, поэтому игра сразу же теряет львиную долю очарования. Дело не только в моделях персонажей, но и в озвучке. Как ни прискорбно озвучена игра, так себе. Встречаются и очень удачно исполненные реплики, но редко. Главный герой тоже не выделяется из стада киборгов. Послушайте его комментарии. Инструктаж безопасности во время лыжной пробежки. Ну да, такие фразы обычны для квестов. Их можно даже счесть стандартом. Но здесь-то они губят атмосферу. Перед нами не настоящие люди, а набор нули и единиц. И осознав это, замечаешь и медлительный курсор, и интерфейс, который непонятен вообще, а не то, что интуитивно. Игра превращается в самый обычный, обыкновеннейший квест. Да, в ней есть огромный потенциал, но она не хочет его использовать. От обещанных трех концовок остались две, причем исчезла как раз та, в которой обещали подарить жизнь пришельцам. К двум оставшимся надо идти разными путями, но большая часть фраз ни на что не влияет. Совершаемые действия, впрочем, тоже. Лишь изредка от наших действий хоть что-то зависит. Хорошо, если за всю игру найдется хотя бы десяток ситуаций, где выбор не очевиден, как в случае с принадлежностью брюн к мужскому или женскому полу. Как правило, диалоги в высшей степени предсказуемы. В итоге игра разочаровывает. Тексты по-прежнему близки к оригиналу. Пейзажи все так же хороши, но это уже не радует. Перестаешь ходить из комнаты в комнату и начинаешь перемещаться по локациям, пытаясь не разобраться в истории, а пройти игру. Очень жаль, что игра не удалась. Отель у погибшего альпиниста серый недоработанный квест, играть в который не слишком-то и хочется. Зима, конечно, располагает к тоске и печали, но когда за стеной лежит труп, на землю прилетают пришельцы и каждая секунда подбрасывает все новые и новые сюрпризы, это должно вгонять в азарт, а не в тоску. По идее. Когда мне становится совсем уж плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что если бы я даже не чинил препятствия Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом. Ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешения мне становится немножко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симоне до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним. И на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседании многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного. Сюжет, насильно загнанный в рамки детектива на фоне идиллических зимних пейзажей. Игра из него не образуется. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...